Приветствую, друзья! Представьте себе, вы просыпаетесь и не можете даже пальцем пошевелить. В комнате темно, но вы чувствуете чье-то зловещее присутствие. Кто-то стоит рядом с кроватью, а может быть сидит прямо на груди, мешая вам сделать вдох. Вы хотите хотя бы немного повернуть голову, чтобы увидеть его, но ничего не получается. Что это? Как с этим бороться и объяснить? Если вы испытывали нечто похожее, значит не понаслышке знакомы с незабываемыми ужасами сонного паралича или синдрома старой ведьмы. Что же такое сонный паралич? Узнаете из сегодняшнего видео. Поехали! Сонный паралич Сонный паралич – это неспособность пошевелиться. В подавляющем большинстве случаев происходит или в момент засыпания, или сразу же после пробуждения. Именно поэтому и называется сонным. Для сонного паралича характерна полная осознанность человека и при этом абсолютная невозможность пошевелиться. Обычно это состояние сопровождается сильным чувством ужаса и паники, а также страхом смерти, удушьем, скованностью и ощущением чего-то постороннего, тяжелого на теле, чаще на горле или груди, а иногда и на ногах. Зачастую сонный паралич может сопровождаться визуальными, звуковыми и даже тактильными галлюцинациями. Человек может слышать шаги, видеть темные фигуры, нависшие над ним, или стоящие рядом, ощущать прикосновения. Часто возникает ощущение, что некто забрался на грудь и душит спящего. Замечено, что сонный паралич может наступать только при естественном пробуждении и никогда при пробуждении от звонка будильника или других раздражителей. Считается, что около 40% хотя бы раз в жизни испытывали сонный паралич. Наиболее рисковые периоды жизни от 10 до 25 лет. Именно в этом возрасте зарегистрировано больше всего случаев. Сонный паралич известен давно и столетия назад уже были описаны его симптомы. Раньше это явление связывали с домовыми, демонами и ведьмами. Так, в русской народной традиции это явление ассоциируется с домовым, который, согласно поверьям, скакивает человеку на грудь с целью предупредить либо о добре, либо о худе. В исламе это ифрит, один из злобных джиннов, который считается слугой сатаны и может серьезно навредить людям. В чувашской мифологии это злой дух вубар, который появляется ночью и, принимая облик домашних животных, огненного змей или человека, наваливается на спящих людей, вызывая удушья и кошмары. Согласно мифам, нападая на спящих людей, вубары тем самым поправляют свое здоровье. Спящий человек при этом не может пошевелиться и что-либо сказать. Современные ученые предполагают, что сонный паралич представляет собой ничем не выделяющееся биологическое событие, которое предусмотрено природой. Самое распространенное объяснение психоаналитиков – мышечный паралич, который является естественным состоянием для нашего тела во время фазы быстрого сна, когда наше подсознание специально парализует мышцы тела для того, чтобы вы, просматривая активный сон, не совершали никаких действий в реальности и не навредили себе. Сонный паралич возникает тогда, когда сознание уже проснулось, а тела еще нет. Кстати, в одном психологическом журнале привели такое объяснение. Сонный паралич вызывается тем, что человек уже проснулся, а некий гормон, который выделяется во время сна и отвечает за парализацию мышц, еще не успел покинуть тело. Однако с этой версией нестыковочка. Если все дело в гормоне, почему же сонный паралич никогда не случается при принудительном пробуждении? Гормон пугается и моментально самоликвидируется? Другая точка зрения связана с экстрасенсорными практиками внетелесного опыта и астральными путешествиями. Считается, что сонный паралич является показателем того, что сознание человека находится на границе между реальным и астральным мирами. Некоторые даже умудряются использовать сонный паралич для выходов из тела. Они объясняют это явление тем, что сознание человека находится не в физическом, а в астральном теле, но за счет слабой энергетики, либо непонимания принципов движения в астральном мире, человек не может пошевелиться. Такая точка зрения может частично объяснить и галлюцинации при сонном параличе. По утверждениям астральных путешественников, астральный мир наполнен разнообразными сущностями. Сегодня вы немного узнали об этом удивительном феномене, с которым, возможно, многие из вас уже сталкивались. Лично у меня был такой опыт всего лишь один раз в жизни. Ощущения были незабываемы. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!